МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Английский писатель Джон Фаулс говорил, в любой загадке таится энергия, и тот, кто ищет ответ, этой энергией питается. С вами Олег Шишкин, и в эфире программа «Загадки человечества». Сегодня в программе. Пластиковый глок против пистолета Макарова. Кто кого? Почему эксперты считают глок оружием домохозяек? Никакой речи здесь не идет ни о скорости поражения. Можно сравнить эти пистолеты с мыльницей. Саранчак – опасный вредитель или спаситель человечества? Зачем голландцы выращивают этих насекомых? И на что способны полчища крылатых пожирателей урожая? После вот таких набегов саранчи ловили ее в огромном количестве и просто ей питались, жарили. Как сложилась судьба единственного японского летчика, сумевшего сбросить бубу на Орегонский лес? Японский подводный флот. Куда исчезли подводные авианосцы самураев после Второй мировой войны? Это до сих пор мировой рекордсмен. У него было 8 торпедных аппаратов. Могла утопить линкор одним залпом. На одной дозаправке полтора раза земной шар обогнуть по экватору. Загадка Блюхола. Почему красочную подводную пещеру в Египте считают кладбищем дайверов? Почему здесь гибнут люди? И кто сумел преодолеть это смертельное препятствие на одном вдохе? Если ты не тренированный, не готов к такой глубине, ты туда и не нырнешь. Останки девушки замурованы в дереве. Британский документалист утверждает, что раскрыл одно из самых загадочных убийств в Британии. Кем была девушка, убитая в Хагли-Холле в 41-м? Почему ее тело спрятали в стволе дерева? Выяснили, что никто из горожан не сообщал об исчезновении родственников. Поэтому никто так и не узнал, кто же это был на самом деле. Загадка смерти главы белорусской ССР Петра Машерова. Почему исследователи считают, что чиновник стал жертвой большой геополитики? Кому он помешал? Я думаю, это был очень хитрый ход. Ведь таким образом ЦРУ могли убить сразу двух зайцев. Скрытые методы сокращения населения Земли. Что такое теория мальтузианства? И почему о ней вспомнили именно сейчас? Как нас убивают и какие страны обречены на уничтожение в первую очередь? Программа сокращения населения, она глобальна, она на всех распространяется. Тайна монументов Монте-Брама. Ученые более 40 лет восстанавливали загадочные древние памятники, найденные на Сардинии. Кого изображают эти изваяния? И для чего они были созданы? Многие археологические находки не обнародуются, чтобы не ломать привычную нам картину мира. Это объясняет существование множества мегалитических сооружений по всей планете. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Департамент полиции и погранохраны Эстонии принял решение о замене штатных пистолетов Макарова, которые находятся на вооружении со времен СССР, на австрийские пластиковые глоки. Эту новость местные эксперты восприняли с ужасом. Австрийский глок прославился как оружие самого знаменитого шпиона планеты, агента 007 Джеймса Бонда. На оружейном рынке его главным конкурентом считается отечественный пистолет Макарова. Специалисты назвали новый пластиковый глок оружием домохозяек и даже гранатой в руках обезьяны. Но почему? Чем опасен этот пистолет для своих владельцев? Когда на вооружении армии и полиции принимали пистолет глок, его австрийские создатели особенно рекламировали отсутствие предохранителя. У компании даже появился слоган «выхватил и стреляй». На деле это оказалось большим недостатком. По словам оружейных экспертов, отсутствие предохранителя часто заканчивается так называемыми самострелами, когда, вытаскивая пистолет из кобуры, человек нечаянно задевает курок. У глока три предохранителя, но при этом, когда ты нажимаешь на курок, предохранители автоматически перестают действовать. То есть до тех пор, пока ты на курок не нажал, три предохранителя этого пистолета тебя охраняют. У пистолета Макарова есть предохранитель, защищающий от случайного срабатывания. А курок оружия устроен таким образом, что для выстрела нужно приложить усилие. Нажатие на спусковой крючок требует силы в три с половиной килограмма. Главное отличие Макарова от блока в том, что наш пистолет изначально рассчитан на профессионального стрелка. Чтобы научиться стрелять из Макарова, надо провести в тире не один час. Это оружие не для бытовой самозащиты, а для боевого применения. Его главное преимущество перед блоком – возможность вести скоростной огонь и менять магазин одной рукой. Очень надежный пистолет. Этот пистолет дает пространство для маневра, для того, кто использует. Он же сохранил калибр 9 миллиметров. То есть пистолет Макарова, конечно, лучше всего на коротких дистанциях. В этом смысле его оценили по достоинству во всем мире. Глок с самого начала позиционировали как оружие для масс. Сегодня это одно из самых популярных средств самозащиты в США. Фактически он есть у каждой американской домохозяйки. Конструкторы этого пистолета, они шли к созданию самого простого, самого доступного и самого быстрого пистолета. Никакой речи здесь не идет ни о скорости поражения. Можно сравнить эти пистолеты с мыльницами. Одно из главных достоинств Глока – его легкость. Однако опытные стрелки знают – тяжелый пистолет более устойчив при отдаче. Это весомое преимущество в ближнем бою. Многие образцы пистолета Макарова, особенно советского производства, поражают профессионалов своей живучестью. В охране конструкторского бюро приборостроения есть ПМ 1949 года выпуска. Этот пистолет сделал свыше 50 тысяч выстрелов и до сих пор исправно служит своему владельцу. Карл, прежде всего, тоже боевые применения доказал, свои высокие характеристики. Глок – это бренд. Так что Глок именно с этого заходил. Они заходили с рекламой. Просто правильно поставленная реклама, особенно основанная на том, что у нас все-таки большинство деталей пластиковых. Это уникально. Эксперты отмечают, по-настоящему популярным Глок стал после его появления в фильмах об агенте 007 Джеймсе Бонде. После этого пистолет появился во многих голливудских блокбастерах. Несмотря на перевооружение силовых структур, пистолет Макарова по-прежнему популярен на рынке гражданского оружия. В той же Германии после перехода армии ГДР на стандарты НАТО советские пистолеты Макарова раскупали, как горячие пирожки. В Америке Макаров применяют как эффективное оружие самообороны, а в Финляндии освоение русского ПМа – обязательный пункт на курсах по практической стрельбе. Специалисты Астраханского государственного технического университета разработали прибор для обнаружения личинок саранчи в почве. Устройство, как уверяют ученые, позволит вовремя обрабатывать зараженные участки химикатами. Почему саранча считается одним из самых опасных насекомых планеты? Как эти существа могут стать причиной гибели тысяч людей? И почему современные эксперты, напротив, называют саранчу спасителями человечества? Саранча терроризирует человечество с древнейших времен. Упоминания о ее нашествиях можно найти в древнеегипетских и вавилонских текстах, а также в Библии. Прошли тысячи лет, но даже наша современная высокотехнологичная цивилизация не может справиться с атаками этих крылатых чудовищ. Сохранились описания того, как в 125 году до нашей эры саранча уничтожила все посевы в Северной Африке. Тогда от голода погибли 800 тысяч человек. По словам историков, после этих событий местные жители стали называть прожорливое насекомое тучей летающего голода и зубами ветра. Известны случаи, они зафиксированы, когда стая саранчи летела в течение всего светлого времени суток. То есть она закрывала солнце. Арабские страны, прежде всего Египет, вот там, где эти нашествия были большие. Вот такое стихийное бедствие. Класс! Вот так выглядит нашествие саранчи. Прошлым летом эти насекомые атаковали южные регионы России. По рассказам очевидцев, под стаями вредителей гнулись даже деревья. Деревья полегли просто с адресом саранчи. Ученые считают, что климатические изменения привели к увеличению популяции саранчи. По данным Министерства сельского хозяйства России, прошлым летом эти насекомые захватили более миллиона гектаров земли. Это действительно можно сравнить с экологической катастрофой, потому что любую растительность на своем пути, в общем-то, съедают. Эколог Андрей Фролов считает, что на примере поведения саранчи можно проследить циклы развития человечества. Так сейчас, по мнению ученого, наша планета перенаселена, и люди ведут себя словно саранча на опустошенном поле. И начинается борьба внутри вида, то есть они начинают грызть, есть друг друга. Тем, чем люди занимаются сейчас. Эксперты ООН открыто заявляют, перенаселение планеты может привести к массовому голоду. Но самое удивительное, спасением от катастрофы, по мнению исследователей, может стать именно саранча. Оказывается, в будущем это насекомое может стать одним из главных блюд на человеческом столе. В саранче содержится важный для человеческого организма белок. По калорийности насекомое не уступает мясу животных. К тому же этот вид быстро размножается и обитает практически на всей планете. Еще лет, наверное, 100-200, может быть, даже более назад, после вот таких набегов саранчи, ловили ее в огромном количестве и просто ей питались, жарили, сушили, перемалывали в муку. То есть некая вот такая замена какому-то питательному белку. Удивительно, но европейские фермеры уже сегодня покупают специальные установки для изготовления муки из насекомых. Владельцы хозяйств утверждают, перемолотые вредители – отличная пища для скота и птицы. По питательности такая смесь превосходит многие корма. А себестоимость одного килограмма продукта в пересчете на нашу валюту – около 10 рублей. В Голландии энтузиасты разводят саранчу на специальных фермах, а потом продают в рестораны. Повара заявляют – по вкусу это насекомое напоминает креветку. Профессор Вагенингенского университета Марсель Дике считает, что в ближайшие 15 лет потребление мяса в мире вырастет почти в два раза. Коров и свиней на всех просто не хватит. В этом случае, по мнению ученого, саранча станет самой дешевой альтернативой. Далее в программе. Как сложилась судьба единственного японского летчика, сумевшего сбросить Бумбу на Орегонский лес? Японский подводный флот. Куда исчезли подводные авианосцы самураев после Второй мировой войны? Это до сих пор мировой рекордсмен. У него было 8 торпедных аппаратов. Могла утопить линкор одним залпом. На одной дозаправке полтора раза земной шар обогнуть по экватору. Загадка Блюхола. Почему красочную подводную пещеру в Египте считают кладбищем дайверов? Почему здесь гибнут люди? И кто сумел преодолеть это смертельное препятствие на одном вдохе? Если ты не тренированный, не готов к такой глубине, ты туда и не нырнешь. Останки девушки замурованы в дереве. Британский документалист утверждает, что раскрыл одно из самых загадочных убийств в Британии. Кем была девушка, убитая в Хагли-Холле в 41-м? Почему ее тело спрятали в стволе дерева? Выяснили, что никто из горожан не сообщал об исчезновении родственников. Поэтому никто так и не узнал, кто же это был на самом деле. Скрытые методы сокращения населения Земли. Что такое теория мальтузианства? И почему о ней вспомнили именно сейчас? Как нас убивают и какие страны обречены на уничтожение в первую очередь? Программа сокращения населения, она глобальна, она на всех распространяется. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Существует ли расстояние между мечтой и реальностью? Да, существует. Что превращает мечту в реальность? Путь, пройденный с точки зарождения желания до его реализации. Сколько шагов должен сделать человек, чтобы преодолеть это расстояние? Это зависит от способности увидеть самый короткий и правильный путь. Можно брать пример с людей, уже реализовавших свою мечту. Можно. Но решение все равно принимать тебе. А первый шаг возможно сделать только твоими ногами. Не видишь, на кого равняться? Не знаешь, в какую сторону идти, чтобы твоя мечта реализовалась? Если у тебя так, значит вокруг тебя не те люди, не те примеры, значит не туда смотришь. Ты должен увидеть другую реальность, другие примеры. Увидь тех, кто сумел взлететь высоко, кто сумел вырваться из тисков обыденности и бессилия, кто реализовал свои мечты и достиг большего. Но кто они, эти небывалые счастливчики? Дети миллиардеров, депутатов, прокуроров? Может у них 10 пядей во лбу или счастливая карма? Нет. Это те, кто верил в большее, кто поборол свой страх. Кто делал в этом направлении реальные шаги. Кто не жаловался на судьбу, нехватку сил и отсутствие связи. Кто не ныл, а просто брал и делал. Делай и ты. Даже если в тебя никто не верит, ты должен верить. Верить и идти. Смотри на счастливых людей. Они сделали правильный выбор и приняли правильное решение. Как следствие, давно перестали мечтать о машине, квартире, доме и путешествиях. Потому что сделали мечты своей ежедневностью. Начать можно с малого. Главное – начать. Сделай первый шаг к своей мечте. Инвестиционная платформа «Кэшбэри». Возможность реализовать любую мечту. Недавно в сети появилось изображение будущего подводного авианосца российского флота «Фазан». Картинка тут же вызвала волну критики. Якобы взлетная полоса на спине субмарины сделает ее неманевренной и не даст ей всплыть на поверхность. Но, как оказалось, это фейк. Ни одного реального изображения проекта будущего подводного авианосца сегодня в общем доступе нет. Да и представители Минобороны ни разу не подтвердили слухи о его создании. Военные эксперты отмечают – подводные авианосцы могут в корне изменить статус России среди морских держав, превратив наш флот из оборонительного в атакующий. Подобную схему во время Второй мировой войны использовали японцы. Они стали первыми, кто создал целую флотилию подводных авианосцев. На каждом размещалось по четыре боевых самолета, вооруженных бомбами и торпедами. В августе 1942 года самураям даже удалось сбросить бомбу на материковую часть Соединенных Штатов Америки. Но почему, несмотря на чудо оружия, Япония проиграла войну? И как сложилась жизнь единственного японского летчика, сумевшего сбросить бомбу на штат Орегон? Свой первый подводный авианосец И-5 японцы создали еще в 1932 году. На лодке в специальном ангаре размещался разведывательный самолет. Он хранился разобранным. На сборку уходило около 30 минут. Затем разведчик запускался с помощью катапульты. Это был двухпоплавковый гидроплан одномоторный с экипажем два человека с большой дальностью полета. Самая уникальная особенность была в том, что он разбирался, у него складывалось крыло, соответственно, он ставился на специальные козлы, так называемый кабан, и закатывался в трубу диаметром 3 метра. За несколько часов до атаки на Пёрл-Харбор такой японский самолет-разведчик с подлодки И-5 пролетел над гаванью. Пилот успел выяснить локации всех главных целей противника. Именно полученные от него данные позволили соединению адмирала Нагума корректировать огонь во время обстрела американской базы. Японские подводные лодки, большие, предназначались для того, чтобы быть глазами флота. То есть лодка сама по себе скрытная, самолет обладает большим радиусом действия. Соответственно, если мы ставим самолет на подводную лодку, мы получаем способ скрытно доставить этот самолет в определенный район, там его запустить и вести разведку. К началу войны США у японцев было 12 подводных авианосцев. Самолеты этих субмарин регулярно доставляли командованию бесценные сведения. А летом 42-го года летчик Мичман Фудзита с авианосца И-25 даже залетел на 50 километров вглубь США и сбросил две зажигательные бомбы на лес в штате Орегон. До появления подводных авианосцев японцы даже не мечтали о такой диверсии. В середине 43-го года японцы приступили к созданию новой подводной авианосной флотилии особого назначения — Сэн-Току. В нее вошли 18 субмарин Ай-400. Это были кардинально новые подлодки. Они несли уже по 4 бомбардировщика-торпедоносца с боевой нагрузкой в одну тонну. Кроме самолетов, на этих лодках было мощное вооружение. Это была самая большая дизельная лодка в мире вообще. То есть это до сих пор мировой рекордсмен. У нее было 8 торпедных аппаратов. У нее было довольно мощное артиллерийское вооружение. Могла утопить линкор одним залпом. Могла на одной дозаправке полтора раза земной шар обогнуть по экватору. В июле 1945 года первая подводно-ударная флотилия Японии направилась в сторону Америки. Но не достигнув побережья, моряки по радио услышали, что их страна объявила о капитуляции. Новые подводные авианосцы достались американцам как трофей. Но куда подевались чудо-субмарины? Подводных лодок никто, кроме Соединенных Штатов, не получил. Их не выводили в состав флота, они могли их исследовать, это их личное дело было. Что и как они исследуют на оккупированной территории Японии, но ни с кем делиться этим они не собирались. Как только СССР потребовал доступ к японским подводным авианосцам, американцы тут же взорвали весь трофейный флот. Единственным живым участником воздушно-подводной атаки Японии на США был летчик Фудзита. Через 20 лет после войны он вместе с женой эмигрировал в Америку и стал лесничем в том самом Орегонском лесу, который бомбил в 42-м году. Эксперты назвали 10 самых опасных мест для дайвинга. Возглавила список пещера Блю Холл, в переводе с английского «Голубая дыра». Это место называют кладбищем дайверов. Здесь погибло так много людей, что их имена даже перестали вписывать в мемориальную табличку, установленную на берегу. «Голубая дыра» находится в Египте, неподалеку от Дахаба. Это окруженный коралловыми рифами карстовый провал, глубиной около 130 метров. На отметке в 54 метра пещеру с морем соединяет проход. Нависающие над ним кораллы образовали подобие арки. Почему же здесь гибнут дайверы? И кто сумел преодолеть смертельное препятствие на одном вдохе? Вот так выглядит знаменитая «Голубая дыра» – одно из самых опасных мест для погружения в мире. За всю историю эта пещера забрала сотни жизней. За последние годы погибших стало так много, что власти запретили установку памятных табличек. Просто не осталось места. За Блю Холл закрепилась дырная слава именно из-за того, что дайверы пытались пройти арку, и они были неподготовлены. Хотя были какие-то случаи, кстати, подготовленных дайверов, когда были несчастные случаи. Глубина, она такая опасная. Алексей Молчанов – чемпион мира и абсолютный чемпион России по фридайвингу. Среди покоренных им глубин есть и Блю Холл. В 2013 году он вместе со своей матерью и наставником, чемпионкой мира по фридайвингу Натальей Молчановой, стали первыми россиянами, преодолевшими «Голубую дыру» на одном вдохе. Рекорд Натальи, ставшей единственной в мире женщиной, сумевшей проплыть под аркой без акваланга, до сих пор остается непобитым. У фридайеров, если ты не тренированный, не готов к такой глубине, ты туда и не нырнешь. Фридайвинг – это без акваланга, без дополнительных источников воздуха, но снаряжение, может быть, это может быть костюм, чтобы не мерзнуть, и ласты. Ласты, маска. В мире нырельщиков Блю Холл называют подводным Эверестом, а местные жители считают это место проклятым. По легенде, здесь живет русалка. Существует легенда, что в этих местах жил один эмир, и у этого эмира была точь. И когда папа отправлялся в очередной поход по своим эмирским делам, дочь пускалась во все тяжкие с местными красавцами. И чтобы потом, не дай бог, не дошли до папы какие-то слухи о ее распутном поведении, горе любовников сразу после ночи любви топили в голубой дыре. Узнав о поведении дочери, Эмир приказал утопить ее в Блю Холле. Якобы девушка не утонула, а превратилась в русалку и прокляла это место. Она заверила всех присутствующих, всех палачей и свидетелей, что и далее будет забирать к себе мужчин. И будет забирать столько, сколько захочет. В это сложно поверить, но большинство погибших в голубой дыре – мужчины. И самое удивительное, те, кого удалось спасти, рассказывают о видениях. Якобы под водой время словно останавливается, и появляется чувство, что кто-то тянет тебя на дно. Эзотерики считают, что тела погибших надо оставлять на дне подводного колодца и не поднимать на поверхность. Если тела дайверов оставить на месте, то это место не будет требовать все новые и новые жертвы, а примет это как жертвоприношение и успокоится. Тем не менее, в большинстве случаев родственники стараются найти тела своих близких и похоронить их. От поисков отказываются редко и в основном из-за высокой стоимости работ. Алексей Молчанов считает, что никаких проклятий и русалок в голубой дыре нет. Люди гибнут исключительно из-за невнимательности и недостаточной подготовки. А так называемый «зов из глубины» на самом деле имеет вполне научное объяснение. Азот-наркоз – это воздействие азота, когда под давлением на больших глубинах он начинает растворяться в тканях, в крови и воздействовать на нервную систему. Он похож на действие опьянения. Только по официальным данным за последние годы в голубой дыре погибли более 200 человек. Но несмотря на опасность, каждый год сюда приезжают сотни дайверов, готовых рискнуть жизнью, чтобы покорить подводный Эверест. Далее в программе. Останки девушки, замурованные в дереве. Британский документалист утверждает, что раскрыл одно из самых загадочных убийств в Британии. Кем была девушка, убитая в Хагли-Холле в 41-м? Почему ее тело спрятали в стволе дерева? Выяснили, что никто из горожан не сообщал об исчезновении родственников. Поэтому никто так и не узнал, кто же это был на самом деле. Загадка смерти главы Белорусской ССР Петра Машерова. Почему исследователи считают, что чиновник стал жертвой большой геополитики? Кому он помешал? Я думаю, это был очень хитрый ход. Ведь таким образом ЦРУ могли убить сразу двух зайцев. Скрытые методы сокращения населения Земли. Что такое теория мальтузианства? И почему о ней вспомнили именно сейчас? Как нас убивают и какие страны обречены на уничтожение в первую очередь? Программа сокращения населения, она глобальна, она на всех распространяется. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Британский кинодокументалист Том Лераттер считает, что раскрыл одну из самых загадочных тайн старинного поместья в английской деревеньке Хагли. По легенде, в 1943 году четыре подростка нашли в дупле старого вяза человеческие останки. Это дерево местные жители называют ведьмовским. По легенде, из его ветвей колдуньи делают свои метла. Но самое удивительное, что через полгода после обнаружения тела на стенах и улицах домов стали появляться надписи. Кто положил Бель ведьмин вяз? Действительно, в дупле полиция нашла скелет женщины, но кто она? И почему неизвестный, требующий наказания убийцы, назвал ее Бель? До сих пор никто так и не смог установить личность убитой. А странные надписи появлялись на стенах домов более 56 лет. Том Лераттер считает, что, возможно, ему удастся разгадать эту тайну. Так кем же была эта женщина? И кто ее убил? Том Лераттер лично расследовал дело так называемой «девушки-извяза». Он несколько лет изучал архивы и считает, что останки, найденные в дереве, принадлежали немецкой шпионке. Тело нашли на территории Хагли-хола, старинного поместья. Сегодня здесь расположен пятизвездочный отель, но в годы войны дом принадлежал семье Кэмпбеллов. Первая версия полиции – бытовое убийство. Якобы мертвую девушку мог спрятать кто-то из слуг или жителей деревни. Выяснили, что никто из горожан не сообщал об исчезновении родственников. Поэтому никто так и не узнал, кто же это был на самом деле. Судмедэксперты изучили останки. Предположительно, тело пролежало в дереве не менее 18 месяцев. Женщину задушили, а в дупло тело положили еще до наступления трупного окоченения. Перед смертью жертве зачем-то отрубили правую руку. Ее полиция нашла чуть позже, в корнях вяза, после чего следователи предположили – это было ритуальное убийство. По городу поползли слухи. Суеверные жители считали, что девушка стала жертвой ведьм. Скептики уверяли – ее убили цыгане. Якобы они использовали отрубленную руку для древнего оккультного ритуала, так называемой «руки славы». В пальцы руки молодой девушки вставляют свечи. Их делают из ее же жира. Вот у многих цыган считается, что такая рука может вводить людей в беспамятство и открывает любые двери. Это были годы войны, и очень много цыган пряталось в местных лесах. Они голодали, поэтому, может, кто-то предложил сделать вот это, чтобы войти в поместье. Полиция не смогла доказать ни одной из версий. И дело закрыли за недостаточностью улик. Но ровно через полгода на улицах Хагли Холла стали появляться странные надписи. Кто положил Белль в вяз? Первое такое сообщение появилось на обелиске недалеко от места, где нашли тело. Но кто такая Белль? Белла может быть и именем. Но есть Белль, по-моему, переводили назначают и красавицу. Это можно переводить как имя человека, но можно перевести, кто захоронил красавицу. Расследование возобновили после того, как в 2014 году Том Ли Раттер вместе с исследователем Стивом Пунтом изучил рассекреченные архивы британской разведки Ми-5. Сегодня они уверены, что нашли ответ на загадку, которой больше полувека. Это была артистка Кабаре Клара Белла Дронкерс. Но она не просто выступала в шоу, она была шпионкой. Работала на нацистскую Германию. Мы думаем, ее рассекретили и ликвидировали. В документах Ми-5 Пунт и Раттер обнаружили расшифровку допроса некоего Йозефа Якобса, агента разведки Третьего Рейха. Во время задержания при нем было фото Клары Беллы, также немки по происхождению. Сам Якобс называл ее своей связной. Их встреча должна была состояться в лесах Хагли Холла, но девушка не пришла. Я практически уверен, что это была именно Клара Белла. Но, конечно, без анализа ДНК и костей мы ничего точно подтвердить не можем. Однако именно в это время, то есть где-то в 41-м году, артистка исчезла. Еще одно совпадение? Не думаю. Таинственные надписи на улицах графства появлялись в течение 56 лет. Раттер считает, что в деревне жил человек, знавший убитую. Исследователь уверен, отрубленная рука – доказательство того, что перед смертью Клару Беллу пытали. Возможно, именно под пытками артистка сдала британской разведке немецкого шпиона Йозефа Якобса. В этом году исполнится 100 лет со дня рождения Петра Машерова. В историю он вошел, как один из самых популярных политических деятелей Белоруссии. Ему прочили кресла председателя Совета Министров СССР. Но он так и не вступил в эту должность. 4 октября 1980 года Машеров погиб в загадочной автокатастрофе. Почему биографы политика не верят в несчастный случай? Кто мог убить Петра Машерова и почему? Здесь уже все мертвы. Этот отрезок трассы на пути из Бреста в Москву водители называют проклятым из-за частых аварий. Именно здесь, в 1980 году, в машину главы Белорусской ССР Петра Машерова врезался грузовик с картошкой. Раздавленная чайка, засыпанная картошкой, стала могилой всех, кто в ней находился, включая офицеров госбезопасности, которые сопровождали Петра Мироновича в эту последнюю для него командировку. Все эти обстоятельства говорят о том, что эта авария весьма странная. Историки утверждают, что дело о его смерти следователи провели на скорую руку. Водителя грузовика практически сразу признали виновным. Это водитель газа был. Он получил очень большой срок, 15 лет. Говоря современным языком, юридическим, он совершил маневр с выездом на встречную полосу, не убедившись в безопасности этого маневра для других участников движения, что вызвало ДТП и смерть трех людей. Однако юристов насторожило, что из 15 лет водитель грузовика отсидел только три. Еще два он провел на общественных работах. Такое смягчение приговора человеку, виновному в смерти крупного партийного деятеля, вызвало подозрение. Слухи, что гибель политика не случайна, моментально распространились по всей стране. Некоторые эксперты считают, водителя просто использовали в темную. Но кому мог помешать Машеров? Его работа не была окрашена никакими скандалами, никакими внутрипартийными интригами. Машеров, выходец из партизан белорусских, герой Советского Союза, человек безукоризненной репутации, назывался одним из наиболее перспективных советских лидеров, которые могли заменить Леонида Ильича на посту генерального секретаря, который уже был таким достаточно почтенным старцем. В конце 70-х США и СССР были в состоянии холодной войны. По мнению западных экспертов, кандидатура Машерова как преемника Брежнева Америку не устраивала. Американский эксперт по геополитике Уильям Энгдель считает, что именно спецслужбы США виновны в гибели белорусского чиновника. Если посмотреть на историю Штатов, с 1945 года велись практически нескончаемые войны за контроль над другими странами. Агенты ЦРУ внедрялись во все структуры всех стран, в том числе и КГБ СССР. Когда это касается интересов Америки, демократии не существует. Уильям Энгдель допускает, что американская разведка намеренно спровоцировала аварию на трассе. Я думаю, это был очень хитрый ход. Ведь таким образом ЦРУ могли убить сразу двух зайцев. Избавиться от Машерова. Его в США не хотели видеть в кресле генсека. Но и кандидатура Андропова тоже не нравилась. Он был главой КГБ. И смерть главы Белоруссии она бы его дискредитировала. Он бы лишился шанса стать лидером страны. Но схема не сработала. Петр Машеров ехал в Москву навстречу с Брежневым. Обеспечением безопасности белорусского политика занимались сотрудники КГБ, подчиненные Андропова. Любая ошибка, допущенная его ведомством, должна была стоить ему карьеры. Самое удивительное, по мнению исследователей, именно сотрудники спецслужб не подготовили трассу к поездке Машерова, не организовали ему положенный зеленый коридор и автомобили сопровождения. Все милицейские машины в кортеже были без опознавательных знаков. Волга, сопровождение, которая должна была идти в кортеже, она отрывалась на какое-то время. Колонны грузовиков, их было два. Грузовик, который шел впереди, резко затормозил. И второй водитель на втором грузовике из-за этого выскочил на встречную полосу движения, на которой, как он считал, не было никого, потому что оторвавшись от кортежа Волга, она уже проехала. То есть возникло дорожное окно, которого не должно быть в следовании кортежа. Кроме того, по мнению специалистов, Петр Машеров мог выжить в этой аварии, если бы поехал на своем штатном бронированном автомобиле. Но по неизвестным причинам в последнюю минуту его машину заменили. Он поехал на автомобиле «Чайка», который был недостаточно укреплен, потому что его автомобиль, на котором он должен был ехать в тот момент, он внезапно сломался. Также за две недели до событий с Машеровым начальник КГБ Белоруссии ушел с поста, сменился. Исследователи считают, что именно смена руководства внесла неразбериху в работу спецслужб, поэтому вся подготовка к командировке Машерова делалась с нарушениями протокола. Но почему Андропова не наказали за ошибки его ведомства? Уильям Энгдал считает, что Андропов сумел вычислить западных агентов. Возможно, именно это позволило ему не только сохранить свою должность, но и в будущем занять кресло главы государства. Для общественности единственным виновным в смерти белорусского политика остался водитель грузовика. Недавно в одном из авторитетных российских изданий опубликовали скандальную статью. Автор открыто обвинял западных чиновников и олигархов во внедрении в массы идеи сокращения населения Земли. Это можно было бы назвать фантазиями конспирологов, если бы не заявления европейских и американских политиков. Так, два года назад бывший советник Барака Обамы по науке заявил о необходимости радикального сокращения рождаемости. Сегодня самым активным борцом за отказ от рождения детей стал американский активист Трэвис Ридер. Он называет себя последователем так называемой теории мальтузианства, созданной английским священником Томасом Мальтусом в 1798 году. Но что такое теория мальтузианства? Почему западные политики вспомнили о ней именно сегодня? Кто борется с перенаселением планеты? И какие страны стоят первыми в списке на уничтожение? Брайан Робертс, мультимиллионер, один из богатейших людей планеты. Он занял 37-е место в списке «Форбс». Ему принадлежат самые известные киностудии и крупнейший медиахолдинг мира. Недавно на одном из сайтов его компании появилось скандальное видео. Каждый раз, когда вы делаете ребенка, вы увеличиваете количество выбрасываемого углерода примерно в 6 раз. Памперсы, соски, игрушки – все это портит нашу землю. Трэвис Ридер – один из ближайших друзей Робертса. Мультимиллионер не в первый раз предоставляет товарищу свои ресурсы как агитационную площадку. Ридер называет себя последователем теории мальтузианства – борьбы за сокращение населения Земли. Люди, которые об этом заявляют, они наметили себе ряд территорий, которые бы хотели себе приобрести и там хозяйничать. И тут можно гадать, что угодно. Россия у нас большая, очень тяжелая. Она всех привлекает возможностями. Теорию о сокращении населения планеты выдвинул английский священник Томас Мальтус. Он считал, что революции, войны и природные катаклизмы – это необходимый регулятор популяции людей. Сегодня таких взглядов придерживаются многие, кто стоит у власти. Это так называемый «золотой миллиард» – люди, считающие себя высшей кастой человечества. Эти люди давно известны. Здесь не надо иметь синим пядей во лбу. Тот, кто собирается в долине Секвой, тот, у кого в руках банки, те люди, у кого в руках корпорации, опять же, те, у кого нефть в руках, у кого в руках власть военная. Так называемый «комитет 300». То есть люди, действительно, реально обладающие деньгами, властью, силой. Еще сто лет назад перенаселение Земли никто из политиков не обсуждал. Сегодня мир изменился. С появлением роботов и спецтехники количество человеческих потерь в военных конфликтах сильно сократилось. Прогресс в медицине сильно продлил годы жизни и снизил смертность. Поэтому современные сторонники мальтузианства придумали более изощренные методы борьбы с перенаселением. И эта война с человечеством уже идет по всей планете. Программа сокращения населения, она глобальна, она на всех распространяется. Китай первым открыто заявил о борьбе с перенаселением в стране. Одна семья, один ребенок. Это стало лозунгом КНР более чем на 30 лет. Приняли законы, ограничивающие рождаемость детей. Там семья, одна семья, один ребенок, скажем так. Ну там, может быть, и второй мог быть, но там надо было платить довольно большие деньги. За годы работы программы численность материковой части Китая сократилась почти на 400 миллионов человек. Но власти КНР такой результат не устроил. Восемь лет назад в Пунине прошла специальная кампания по принудительной стерилизации и абортам. За 20 дней беременность прервали 10 тысяч женщин. Они с помощью своих жестких мер добились определенного результата. Но я считаю, что подавить вот это вот жизненное начало нельзя, и это обязательно как-то проявится. Еще одна страна, где, по мнению Трэвиса Ридера, плотность населения уже превышает все нормы – Япония. Здесь на каждый квадратный километр в среднем приходится 350 человек. Для сравнения, в Британии на ту же территорию на 100 человек меньше, в Италии – на 160, а в Швейцарии – на 180. Недавно Министерство здравоохранения Японии отказалось от американской вакцины против рака шейки матки. Местные ученые считают, что на самом деле этот препарат вызывает бесплодие. Белгейцы говорят активно, что он занимается сокращением населения на 10-15%. Это можно найти в интернете, совершенно никакой не секрет. У него огромная лаборатория, крупнейшая, может быть, в мире, может быть, вообще самая передовая. И все это проверяется на ни в чем не повинном населении. Специалисты отмечают – самую активную войну современные мальтузианцы, такие как Трэвис Ридер и Брайан Робертс, ведут не в лабораториях, а с телевизионных экранов. На нас же идет серьезный поток видеопродукции, телепродукций, которые планомерно перестраивают мышление, переводя из состояния людей, у которых были ценности, в состояние людей, у которых ценностей нет вообще. Это кадры из фильма «Семь сестер». Он вышел в прокат недавно. Удивительно, но его создатели тесно связаны с медиамагнатом Робертсом. В основе фильма – история человечества, погибающего от голода из-за перенаселения. И рецепт – одна семья, один ребенок. Остальные дети должны умереть. Это опять связано с теми же самыми рассуждениями о том, что у нас много, давайте, зачем нам общая семья, зачем нам дети, зачем нам женщин, которые этими детьми занимаются. Пусть она занимается средствами производства. Западные специалисты сегодня открыто заявляют, горячие точки, где в ближайшее время необходимо развернуть жесткую кампанию по сокращению населения – Китай, Индия, Пакистан и африканские страны. По мнению новых мальтузианцев, эти густонаселенные регионы живут за счет более развитых стран. На самом деле это далеко не так. Особенно в случае Китая и Индии, чье население производит большую часть товаров, которые мы считаем европейскими или американскими. Итальянские ученые восстановили уникальные древние памятники. Предположительно, артефакты относятся к этруской культуре – цивилизации, населявшие территорию современной Италии в первом тысячелетии до нашей эры. В 80-х годах прошлого столетия в Сардинии у горы Монте-Прама археологи нашли 5178 фрагментов уникальных статуй, выполненных из песчанника. Но что это за монументы? Почему ученым понадобилось более 40 лет, чтобы восстановить их? Какие тайны скрывают древние изваяния? В марте 1974 года на западе острова Сардиния, на холме Монте-Прама, жители нашли огромные камни. О своей находке они сообщили археологам. Ученые пришли к выводу, что это обломки древних статуй из песчаника. Прежде всего, значит, это были изваяния людей. Но сразу археолога удивило, значит, эти люди не были похожи на европейцев, ни на африканцев. По мнению экспертов, фигуры созданы примерно в 10 веке до нашей эры. Сегодня это самые древние скульптуры в мире. Работа по восстановлению статуй растянулась на десятилетия и завершилась буквально на днях. Археологам удалось сложить из обломков 13 моделей нурагов. Так в древности на Сардинии называли конусообразные башни, предназначение которых до сих пор точно неизвестно. Таких сооружений на Сардинии около 800. Народ Монтепрамы верит, это гробницы гигантов, которые раньше жили здесь. Также археологи собрали из обломков каменные изваяния пяти лучников, четырех воинов и шестнадцати кулачных бойцов. Было еще удивительно то, что найдены были, значит, скажем, щиты, мечи. Вот когда нашли эти фигуры большие, значит, это были в основном воины. Они были вооружены луками, там, стрелы, мечи и так далее. Ученых удивил размер статуй – около трех метров. По одной из версий, они изображали древних богов. Гигантский рост подчеркивал их силу и могущество. Когда слуги Господа приобретают вид каких-то великанов, до зубов вооруженных и закованных в крепкую броню, вот такое восприятие Бога, оно очень характерно было именно для человечества, которое находилось на самых ранних этапах с его развитием. Интересно, что вместо глаз у скульптур вписаны друг в друга круги. На лицах четко обозначены надбровья и нос, а рот лишь слегка намечен. Это минимизированный нос и фактически отсутствующий сомкнутый рот. Это типичное такое изображение, встречающееся на Сародине. По мнению археологов, огромные статуи охраняли гробницы вождей. Также их выставляли на вершинах гор для запугивания врагов. Но есть и другая версия. Монументы – это изваяние гигантов, самых древних жителей Сардинии. По мнению некоторых исследователей, такую гипотезу подтверждают и многочисленные гробницы-нураги, сохранившиеся на острове. Это сооружение более 20 метров высотой, которое сконструировано абсолютно без цемента, без бетона, без каких-либо, скажем так, скрепляющих растворов. Это огромные каменные блоки, которые ставились друг на друга. По словам археологов, первые люди на Сардинии появились около 10 тысяч лет назад. Ученые считают, что они пришли с Корсики. Предположительно, в древности эти острова были одним целым. Специалисты не исключают, что в период позднего палеолита Африка, Сардиния, Корсика, Европа сообщались друг с другом. А значит, переселенцы могли прийти откуда угодно. Карфагиняне захватывали этот остров, но, в общем-то, успешно боролись с ними. Местные жители отбивали эти атаки, отбивали захват острова. И только уже в III веке до н.э. римлянам удалось полностью покорить остров. Ну и потом произошла ассимиляция. Сведения о существовании гигантов также сохранились в Восточной Армении. Археологи утверждали, что в 1974 году под стенами храма в селении Аганаван нашли человеческие кости гигантских размеров. А спустя пять лет при прокладывании дороги в Гашаванке экскаватор поднял на поверхность останки людей с полутораметровыми костями. Многие археологические находки не обнародуются, чтобы не ломать привычную нам картину мира. И я не утверждаю, но вполне вероятно, что представителями нашей процивилизации были великаны. Это объясняет существование множества мегалитических сооружений по всей планете. По словам ряда экспертов, в 2008 году, недалеко от городка Боржоми, грузинские археологи обнаружили скелет трехметрового гиганта. Его череп в три раза больше черепа современного человека. Австралийские специалисты также сообщили об удивительной находке. Они обнаружили зуб длиной 67 сантиметров. По самым скромным подсчетам, рост его владельца должен был составлять не менее 7,5 метров. Исследователи древнейших цивилизаций считают эти находки прямым доказательством того, что среди наших прародителей были народы-гиганты. Разгадка не имеет никакого смысла, если вы не нашли ее сами. Так считал писатель Саммерсет Моэм. Давайте искать истину вместе. С вами был Олег Шишкин, и вы смотрели программу «Загадки человечества». Субтитры создавал DimaTorzok